Доброе утро, мои дорогие. С вами снова я. И сегодня мы с вами будем готовить этот зеленый борщ. Это букет я подарил жене, но хотел похвастаться, кто не смотрит рапорт с огорода. Так, ну, времени у нас, как всегда, мало, 22 минуты. Так, у нас тут вода закипела, вот вы видите, как она там на огне, я беру две картошки. Теперь надо найти мне нож, куда я его протиподевал. Нож нашелся. Я снимал мало видео, потому что жена была на карантине два месяца. Вот это она только вчера вышла, ее вызвали на работу, сидела на две трети. И, получается, она дома сидела и сама готовила зеленый борщ в том числе. А ты не хочешь снять видео? Она говорит, у меня склероза нет, чтобы потом себе вспоминать, как готовить. Ну, а у меня вот, чтобы борьба со склерозом, снимаю видео. Короче, отправляю я эту картошку в сковородку, мелко порезал, накрываю огонь. Так, ну, пока сюда, да, мы зеленый борщ будем готовить с чем-либо. Я уже снимал как-то, хотел снять зеленый борщ, только начал готовить. посмотрел там этот, как его, скажите мне. Пока она там будет закипать, мы берем этот, будем делать зажавочку. Зажавочку мы будем делать на растительном масле. Наливаем масле, наливаем масле, ставим на огонь. Вы его не видите. О чем я только что говорил? А, о склерозе. Ну, точно, что склероз. Надо надо лучок и почистить его. А, про шпинатный этот. Ну, пришлось говорить, готовить шпинатный сок. Ну, я хотел зеленый борщ. У нас 22 минуты, мы должны в нее вложиться и успеть. Ну, я беру просто лучок. Сейчас мне, кстати, надо посмотреть, что и как находится ли стол в фокусе. Я давно не снимал. Ну, надеюсь, тут фокус есть. Так, у нас картошка в воде и этот сковорода с маслом на плиту. Зажавку мы будем делать без морковки. Почему? А потому что в зеленый борщ добавляю немножко риса. А это не плов там, где надо бриз добавлять морковку. Это у нас зеленый борщ. Поэтому, чтобы у нас не было лишней сладости, мы морковку туда добавлять не будем. Так, ну, вот так берем и высыпаем. Оно у меня еще не нагрелось. Вообще, желательно на нагретую кидать. Так, вода у нас вот этой фигней с картошкой уже закипела. И мы туда добавим немножко риса. Ну, риса. Мы ж не кашу риса будем варивать. Мы там буквально жменьку добавляем. Я его даже не промываю. Потому что там чуть-чуть. Вот, вот столечка. Пол ладошки. Потому что в супе большое количество воды, оно эту клейковину один хрен размоет и у нас суп будет как суп. Так, ножки мы помешиваем. Вот наш на огне. Вот картошка и чуть-чуть риса. И пусть она спокойно у нас закипает. Мы накрываем крышечкой. А в это время, вы слышите, начинает шкварчать наш ручок. Ну и пусть себе шкварчит. Ну, а пока, суть до дела, можно почистить яйца. Ну, яиц нам надо, я думаю, штуки три. В отличие от шпинатного супа, в который я, кстати, зажарку с морковкой делаю. Ну, что рис не добавляю. И там, где я яйца вливал, шпинатный суп, зеленый борщик, который на щавле классический, я использую отваренные яйца. То есть, как-то плохо чистятся они. Я вроде их холодной водой заливал, он, видать, недолго держал. Расход у нас пойдет большой. А, я использую вареные яйца. Вот так мы их берем. Пока там вода закипела, я чуть-чуть огонь приглушил и чистим. Пока там все дожарится, варится. Главное соблюдать. О, вообще. Я же туда яйца ложил, а я туда мусор положил. Вообще уже точно шестный рост. О, а это нормально. Непонятно. Одно яйцо плохо почистилось. А два нормально. Они же с одной партой вроде бы. Сейчас я... Теперь можно и реакцию начинать снимать, потому что я не мог снимать реакцию. У меня в плейлисте написано, пока жена на работе. А жена два месяца с лишним дома сидела. В этом накопились пару идей. Ну, как пару идей? Есть то, что попробую, то, что я раньше никогда в своей жизни не пробовал. Так, ну, вот видите, у нас обжаривается лучок. И у нас варится картофанчик с рисом. Ну и пусть или варится. Время у нас это есть. Так, яйца. Яйца мы почистили. Теперь надо их покрышить. Люди любят крышить крупно. Я отношусь к числу вот этих людей. Ну, как крупно, а среднее. Да. Раз-два. 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 Ну, короче, не знаю я. Но, надеюсь, это считается, как бы, крупно. Вот так мы покрышили. Нарубим яйца среднего размера. Пока уберем, потому что нам понадобится. И пока еще оно у нас такое нажарится, будем готовить нашу зелень, которую мы будем использовать. Ну, самое главное, зелень, это у нас, конечно, эта зелень. Шавель. Мне подарили там два пучка шавеля. Ну, на такую кастрюлю мы используем один. Самые такие крупные шторпаки я срезал. А молочные шторпаки, мы просто мелко их порубим, они тоже переварятся. Есть те, которые любят только листья варить, но шторпака, кстати, тоже содержится щавелевая кислота, которая дает нам непревзойденный кисленький вкус нашему зеленому борщу. То есть, мы вот так будем мелко резать наш щавель. Нож я поточил, поэтому он у нас вот так и... Слышите, какой звук аж ошервет. Так, это у нас щавель. Да, но кроме щавля нам туда надо добавить немножко чего? О, молодого зеленого чеснока. Вот так, проверяем наш, видите, у нас уже зажарка. Так, у нас минут, больше пяти минут уже варится наш рис. Это что означает, что мы можем туда отправить у нас суп яйца. Усили варится. Ну, вареные яйца уже не разварятся, это я вам точно говорю. Вот, и ставим на... Кто щавель кидает раньше, кто этот. Так, этот мы выключаем уже, зажарочка у нас. Видите, начинает это. Отваживаем в сторону. Она у нас чуть раньше приготовилась. Так, а, идем за чесноком. Идем за чесноком. Идем, идем. И никак его не найдем. У меня еще базилик есть, но... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, куда я его взял. Вообще, а, вот он, кстати. Наверное, он тут где он давно, я еще время назад его перевел. Привез его. Ну, такие подсохшие листики мы удаляем. Вместе, конечно, используют зеленый чесночок, потому что... Именно перо. Он, в нем нет столько сладости. И для зеленого борща оно то, что надо. Так, ну, одному хватит на крючка. Надо почистить. То есть, стебель зелененький. Так, ну, время идет. Так, смотрим, что у нас там творится. Затипело уже у нас. И эта штуковина. Теперь мы берем... И отправляем в наш суп зелень. Из-за того, как закипели яйца. Ну, и ставим на огонь. Размешиваем слегка. Так. Зеленый чесночок мы отправим вместе с приправами. Приправы я добавляю в самом конце. Потому что оно, как бы, настоится. Ничего с ним не сделается. Так, я немного их порубил. После того, как мы добавим зажарку. А зажарку мы добавим, чтобы сейчас вода закипела. И у нас немножко провалился шпинатик. Это мы приготовили. И теперь, что я сказал, что... А, да, приправы. Приправы у нас классический набор для супов. Это у нас будет лаврушка. Черный перец, горошек и душистый перец. Так, это классический горошек. И перец горошек, который душистый, душистый, душистый. Я дофига его, не знаю. Так, закипел наш супчик. Ну, ладно, я это пока сюда уберу. Мне надо будет просто на досточку поставить этот суп. И теперь, что мы делаем, мы солим, добавляем в суп наш соли. Ммм, запах уже великолепный. И добавляем туда наш зажарочек. Можно его варить, конечно, на мясном бульоне. Ну, я как-то говорил, что бульоны... Это как отвар, трупный отвар для меня. Я мясо или жарю, или на костре, или потом тушу на огне. А жидкости, то есть отвар трупный с мяса, я не люблю использовать. Не, вареное мясо я ем, но вот эта жидкость, которая с него выходит, там, все эти... Скажите мне... Даже если вы замачиваете ту же курицу, вот эти антибиотики, всякая херня, которая ее колонит, вот эта консервант, она все попадает, а потом вы это все кушаете. А потом, непонятно, чем болеете, покупаете лекарства, а их не действует, потому что вы уже отвар с всякими подозрительными куриными антибиотиками попили, и нормальные антибиотики на вас уже не действуют. Так, вот буквально это все закипело. Я еще раз это все показываю, рассказываю. Вот у нас такая консистенция супчика. И мы, конечно, добавляем туда наши приправы. Запах, если бы могли бы... Ну, кто готовит зеленые борщи, знает этот запах. Я снова ставлю его на огонь, проверяю, что у нас там по времени. А по времени мы усмеваем. Он где-то минуты... Еще 3-4 у нас провалится. Ну, а пока, чтобы этот, как бы, вам не смотреть на простой стол, я его, как бы, ну, помыть вообще, прибрать мне. Все в ожидании дачных автобусов, чтобы ехать на дачу. Так, мне надо приготовить дешевку. Ой! Ну, какую-нибудь тарелочку. Тарелочку, что у нас тут. С хлебушком творится. С хлебушком у нас. Ну, и есть у нас батончик какой-то кусочек. У нас было комсомольское дне рождения. Несмотря на то шампанское, мартини, что я брал домой, мы его не пили. Я только символически коньячок пригубил, потому что выходить в понедельник на работу после дня рождения было. Ну, ничего страшного. Мы потом свою номер ставим. Так, ну и наш супчик варится. Сейчас покажу вам бульбочки. Какие у него вот они идут. Красавица. Цвет восхитительный. Конечно, сладный цвет ему. Зеленый чесночок придают. Чесночок я собрал у нас в этом в огороде. Можно было бы гренки сделать или сухарики. Ну, нам как бы не надо. Ну, пока суть до дела, надо взять него и продегустрировать. Берем, смотрим, что у нас тут творится. Ну, у нас этот рис быстрого приготовления, как бы. Картошку мы мелко порубили, она должна уже отвариться. И поэтому мы смело берем. Конечно, он когда настоится, он еще будет вкуснее. Ну, у меня нет личного времени, и чтобы стоять вам это, всякую херню рассказывать, с пустым столом. Я такое не люблю. Ну, давайте дегустируем. Он у меня еще поварится буквально две-три минутки, я его выключу, настаивать. Вот как раз он все равно 22 минуты мы с вами вкладываемся. Ну, на этот, на запах. Вкусно пахнет. Тут, кстати, очень много еще и от щавля зависит. Щавель, щавель. Может, я ошибся и назвал его шпинатом. Я в последнее время очень часто заговариваюсь. Флава путаю. Называю на... Даже вот вступил в видео первое мая сказал, что вместо первого июня. Да вообще. Ну, это в прошлом. А на вкус. Горяченький. Костячок. То, что надо. Как я люблю. Зеленый борщ. А жена его любит. Вместе с этим. Со сметаной. Сейчас я где наш сметану находится. Я, в принципе, сметану не добавляю. Ни в классический борщ. Я это как бы... Считайте меня извращенцем. Потому что я борщи без сметаны не буду. Хотя у меня все в семье и мать, и отец, и прадеды все добавляли сметану в борщи. И в красные, и в зеленые. Ну, я не добавляю. Ну, а для дегустации сейчас добавлю. Ну, а с сметаной наш зеленый борщ еще расскажем. Все, можно выключать. Я смотрю, картошка сварилась, рис сварился. Ну, зелень неподавно сварилась. Яйцо было уже вареное. На вкус. Ну, со сметаной у него, конечно, другой вкус. Он такой... немножко его смягчает. Ну, и более жирный он становится. Ну, тоже ничего. Кто любит со сметаной? Ну, с вами был я и быстрый зеленый борщ из щавля. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok